Добрый день! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Государственная дума на пленарном заседании сегодня приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность. Проектам предполагается, что блокировке будут подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение детей в совершение противоправных действий, предоставляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц. Хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к такому интернет-ресурсу в случае бездействия владельца сайта. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце срочное совещание правительства в связи с протестами населения. Вопрос о положении в стране будет рассмотрен в ближайшие два дня Национальным собранием Франции и Сенатом страны. Напомню, в минувшую субботу в манифестации против повышения цен на топливо присоединились группы правых и левых радикалов, погромщики и мародеры. Все это закончилось массовыми беспорядками в Париже и других регионах Франции. Тему прокомментировал Владимир Жириновский. Во Франции сотни задержанных, горит вся Франция, сотни людей предстанут перед судом, сотни автомобилей сожжены, сотни баррикад возведены, школьники вышли на всеобщую забастовку. Почему так произошло? Этого бы не было. Все организовано. Никогда массы не выйдут одновременно везде по всей стране. Все проплачено. Потому что Макрон заявил о необходимости создания отдельной европейской армии. Тогда один француз Троскан, по-моему, фамилия была, заявил тоже о том, что там МВФ не все так правильно делает. И вместо того, чтобы участвовать в выборах, президента Франции в тюрьме отсидел какое-то время. Потом признали невиновным, но сорвали его карьеру. Теперь Макрон, видимо, свое отработал, надо, можно его убирать. Устраивают повторение. Май 68-го года. Вот так же началось во Франции. Студенты все перекрывали с баррикады, с рабочими. Начали студенты. Москва подбодрила рабочих, и они вышли. Деголя нету, а мы потеряли поддержку элиты французской. А почему Деголя убрали? Потому что проводил независимую политику. Вот это, может, все видно и сегодня, как издеваются над Макроном. Макроном. Вот так выглядит устье реки Смоленки с высоты птичьего полета и в интерьерах первых дней зимы. Согласитесь, красиво. А маленькие фигурки людей, взявшихся за руки, это флешмоб местных жителей. Они образуют живой щит на пути застройщиков, которые планируют существенно изменить ландшафт этой территории. А ведь устье Смоленки уже почти 100 лет называют не иначе, как морской фасад Петербурга. На Васильевском острове вообще мало зелени. И Василий-Островцы считают логичным разбить здесь живописный зеленый парк. Посмотрите, какие проекты они сами предлагают в специально созданной группе в одной из социальных сетей. Здесь логичнее все было бы продолжить зеленую зону. Она не такая уж большая, узкая, в общем. Здесь больших парков на Васильевском нет. И как Вы считаете, данная подстройка будет мешать транспортной системе по поводу Поповок? Потому что мы смотрим, здесь и так много автомобилей, а вечером как это происходит? Ну это изменит то, что здесь вообще ничего зеленого. Не останется, здесь все будет заставлено машиной. Представители ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга предложили 200 поправок в градостроительный комплекс, принятие которых исключило бы в принципе любые застройки зеленых зон. Но городскими чиновниками они все без исключения были отклонены. Жители Васильевского острова надеются, что совместными усилиями можно будет остановить строительство инвестотелей и спасти уникальный природный уголок. Владимир Жириновский посетил открытие 9-го международного форума в экспоцентре «За здоровую жизнь» и высказался по поводу вреда самолечения. Из всех министерств, наверное, название ведомства – это самое лучшее. Охранять здоровье. Такое сочетание, оно испоконников осталось. Здравоохранение, чтобы это было все-таки более понятно. Но мне лично ближе, конечно, к социальной основе. Тут стоят прекрасные специалисты, доктора медицинских наук, врачи, руководители целых медицинских центров. А вот социальная основа. И университет международного. Когда я сегодня ехал, практически ни одна аптека не работает с 8 утра. Все с 9-ти. То есть после выходного дня накапливаются какие-то моменты, связанные со здоровьем. И рано утром гражданам надо было получить какую-то помощь, купить какое-то лекарство. А в 9-е не должны быть на работу. Надо посмотреть международного. То есть и во всем мире все аптеки открываются в 9-е. Ради бога. Но у нас и не есть, но дежурная. Это дежурная доехать больше, чем на работу. Это вот социальный аспект. Дальше, конечно, социальная реклама. Но мы, наверное, должны вместе добиться, чтобы не было никакой рекламы лекарств. Ибо, насколько я знаю, половина людей занимаются самолечением. И все отрицательные последствия от самолечения. Ибо человеку трудно поставить правильную диагностность. Он вспоминает, что было где-то 20 лет назад. Но давно уже все изменилось. И он там поставил. Тоже момент такой, чтобы это тоже во благо было. Вот нам нужно остановить деньги в вопросах здоровья. Для этого надо платить врачам как можно более высокую зарплату. Чтобы они именно получали высочайшую зарплату из всех, как говорится, других категорий работающих. Но при этом граждане бы имели определенные гарантии. Гарантии. Или за них платят их касса, страховое общество, какие-то другие структуры. Чтобы малоимущие не страдали. Он может всегда квитанцию о плате услуг врача, отнести в свою страховую компанию и полностью получить 100%. Получить в аптеке любое лекарство, платное. Но копию или сам чек отнесет в ту же страховую компанию, ему заплатят за это лекарство. Именно малоимущие, чьи списки будут в страховой компании. И богатому стыдно будет идти, так сказать, просить обратно. Но эти вот аспекты, они бы могли принести пользу. То есть тишина нас всех должна привлекать. Убрать рекламу любых лекарств тоже. Вот сейчас нам в Новый год приближается. Чего каждый день говорить, шампанское надо купить. А зачем ты об этом говоришь вообще? Многим вот не хотят покупать шампанское. Какую-то индейку там зажарить, еще что-то. Причисляется пища. Я бы запретил бы рекламу продуктов питания. И там так показывают, что человек начинает аппетит взыгрывать. Он кушает больше. Там миротор. Дети прям давятся этим куском мяса. Они так делают красиво, что и взрослому хочется кусок миротора схватить, сжевать его. Зачем? Пиво прям пенис все, наверное, льется рекой. Я видел за рубежом просто бутылочка появляется с названием и исчезает. Секунда. Там, где все-таки еще разрешают рекламу пива. У нас по-русски все. Так что просто река течет, и каждому хочется бежать и прыгнуть в эту пивную речку. Это вот социальные аспекты. Я ответственно заявляю, ни один депутат фракции ЛДПР не курит. И не употребляет алкоголь. И мы поставим задачу, чтобы и в Кремле, когда президент награждает, говорит, ну а в конце по традиции и выросли всем шампанское. А смотрят дети, считают, да это же традиция. Давайте мы будем пить так же фужеру. Не надо этого. Снимите съемку. Останется там президент с награжденным. Пускай пьют фужеру шампанское. Зачем всей стране? Показано. Ведь мы же начали борьбу с курением. Посмотрите, все меньше и меньше людей курят. Мы полностью поддерживаем Минздрав, чтобы не надо восстанавливать комнаты для курящих в аэропорта. Не надо восстанавливать продажу алкоголя на АЗС. Мы поддержим полностью. Чтобы знали все наши чиновники, что есть такая группа депутатов, которая во всем поддерживает Минздрав. Я пожелаю, чтобы данный форум был, может быть, не один раз в год, а два раза в год. Лекарства хорошие, врачи хорошие. Но желательно, чтобы закрыть все больницы и аптеки лишь с той точки зрения, что не нужны они будут. Это, конечно, нереально. Они будут нужны. Чтобы не об этом думал человек. В какую поликлинику бежать, в какую аптеку бежать, в какое лекарство. Как сегодня я. Смотрите, в 9 утра только в 9 начали работать аптеки. А что не раньше? В 8 утра давайте, в 7 утра давайте, в 6 утра. Чтобы помощь была оказана своевременно. Этот блестящий форум мы поддерживаем. И дальше готовы поддерживать. И нам всем это выгодно. Воюют больные люди. Войны устраивают больные люди. Здоровые люди никогда не будут устраивать войны, провокации. И чтобы люди не погибали. Когда здоровье у него пышет, здоровье, какая война. Он наслаждается жизнью. Когда жизнь не удалась, и карьеры нет, и денег нет, тогда он идет туда, где можно хоть чуть-чуть побоянуть, пошуметь. Но он себя проявит, покажет. Поэтому богатые культурные страны никогда не воюют. Поэтому я предлагаю, чтобы мы больше внимания уделяли здоровью. И тогда у нас будет более спокойная жизнь. И нам всем будет хорошо. Спасибо. Спасибо. В московских школах предлагают вести уроки театрального мастерства на обязательной основе. Пока это на этапе изучения общественного мнения. Ну а мы эту тему обсудим в студии. Сегодня в качестве эксперта Антонина Буровкова, актриса. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы относитесь к этой идее? Считаю, что это замечательная идея. Это то, что на самом деле было и у меня в мыслях. Когда я сейчас много работаю с детьми, я и преподавала актерское мастерство в детских лагерях, когда еще была, ну еще там 10 лет назад, 15. И я вижу, как очень часто с детства начинаются какие-то зажимы, какие-то страхи, какая-то неуверенность в себе. И потом, неважно в какой сфере, мы сейчас говорим не об актерах, а обычных людях, которые работают бухгалтерами, адвокатами, учителями теми же. В любую сферу какую-то идут, да? Даже там, не знаю, водителями или бизнес свой строят. Но все, что связано с общением с людьми. Им нужна коммуникация. Конечно, коммуникация. И я встречаю часто очень много неуверенных в себе людей в разных профессиях, которые не смогли как-то это преодолеть. Потом они обращаются, дай бог, если они обращаются к каким-то специалистам, психологам или специалистам по риторике, чтобы это выровнять. Если мы это начнем со школ, это будет потрясающе. То есть вы считаете, что какие-то психологические травмы детские можно решить уже в процессе именно театральным мастерством? Да, театральным мастерством, сценической речью. Просто избавиться от комплексов, от неуверенности в себе. Учиться выступать, чтобы они, детки, потом подростки, относились к выступлениям как легко. Мне это нравится, я это делаю легко. Я этого не боюсь. Я не боюсь внимания к себе. Но как вы считаете, в каком классе стоят такие начать уроки? И сколько по длительности? Год, два, три? Или, может быть, всю школу? Я бы начинала, наверное, может быть, после начальной школы, может быть, класса шестого-седьмого. Вот когда идет становление личности, там, мне кажется, 13-14 лет, да? Вот с этого момента, я думаю, до конца школы я бы ввела бы такой предмет. Кстати, я бы сама бы с удовольствием преподавала бы вот так в школах, работая с детками. Ну, конечно, я считаю, что здесь надо совмещать актерское мастерство вместе с психологией. Давайте тогда поподробнее. Вот если мы говорим о преподавании актерского, какие направления? Там, наверное, есть ответвление. Что именно детям будет ложиться, так сказать, на их возраст, на их восприятие? Первое, с чего начать, и, наверное, самое основное, это научить говорить. Научить говорить четко, красиво, научить думать, формулировать мысль, выражать свою мысль. Вот это, наверное, такой главный навык, который на всю жизнь потом пригодится. Потом навыки общения с аудиторией, общение с трудной аудиторией, умение импровизировать то, чем мы занимаемся потом в будущем театральном институте. Ну, можно дать буквально азы, грубо говоря, как выкрутиться из какой-то сложной ситуации, как уметь быстро сформулировать свою мысль, если у тебя только, не знаю, одна минута есть, и сказать самое четкое, и не испугаться, что делать с руками, что делать с ногами. Ну, вообще с телом, да? Да, да. Потому что многие выступают, прячут руки сюда, прячут руки там в карманы или что-то еще. Я не знаю, что, ну, ко мне люди приходят, говорят, научи меня красиво говорить, я не знаю, что мне делать с руками, да? Мы работаем с этими зажимами. Ну, и потом, да, все, а все это, в принципе, для детей это надо делать в форме игры, играя, да, вот эти дела, делать игровые тренинги, чтобы они, опять-таки, не боялись своего голоса, не боялись, полюбили себя вообще, свою внешность. Я бы делала бы снимать на камеру, потом смотреть на себя. Да ведь многие люди действительно свой голос не могут воспринимать уже в более зрелом возрасте. Это все из детства идет, получается. Вопрос такой. В подростковом периоде, и сейчас эта проблема, кстати, и на начальную школу переходит, проблема травли. Дети собираются в группу или весь класс может выбрать одного ребенка в виде жертвы и травить. Как вы считаете, такие уроки, они могут переломить ситуацию, когда жертва, может быть, забитый ребенок, превращается в лидера именно в театральной эстезе? Да, это было очень здорово. Не зря есть такой термин, как арт-терапия. У меня в жизни, она же тоже была, был период, когда я работала с трудными подростками из малоимущих семей, меня пригласили, пару тренингов сделать. И как дети раскрываются потом, да, через... Мы ставили небольшие спектакли с ними, и как появлялась вот эта уверенность в себе, да, сразу уважение вокруг их, да, окружающих, что-то еще. Потому что тот ребенок, может быть, он слаб, не знаю, там, математики в английском, но он может там блестяще спеть, танцевать, сыграть, просто надо раскрыть это. Увидеть, в чем он силен помочь это раскрыть, даст ему силу, уверенности потом в школе. Антонина, вот сейчас в среднем в классе 25, а то 30, 32 человека, это я знаю из рассказов друзей, то есть очень много людей. Вот получится ли захватить у педагога по театральному мастерству, искусству, захватить внимание? Довольно большая ведь аудитория. Либо есть смысл разбивать на маленькие группы, но тогда за всеми не уследишь, будут ли ходить? Не знаю, в театральном институте у нас было 33 человека. Но там уже взрослые. Ну да, да. Ну, конечно, здесь надо мотивировать как-то, искать, как зацепить кого. Может быть, брать два педагога, разделять на две группы, чтобы можно было больше личностного внимания каждому. А вот исходя из вашего опыта, сколько раз в неделю стоило бы заниматься, если это все-таки будет обязательно в программе? Нет, я думаю, не меньше двух. Не меньше двух. Один бессмысленно раз все-таки. Да, потому что не целая неделя проходит, люди забывают. Я с взрослыми работаю и за неделю часто забывают, что было неделю назад. Да, два, наверное, лучше. На что еще стоит упор сделать? Ну, может быть, пока не вели еще в виде обязательной программы? Может быть, родители сами захотят своих детей как-то подтянуть в моменте общения с коллективом? Или, может быть, в каких-то уроках, которые связаны с речью? Что можно еще вложить в образовательную программу? У меня, я расскажу о своей школе, у нас был потрясающий педагог по русской языке, русской литературе, и она делала спектакли с нами. Мы в седьмом классе, мы поставили сказку о Федоте Стрельце, это была кометия. Да, по Филатову мы пригласили, это была ее личная инициатива, она сказала, что она предложила, кто хочет участвовать, и мы сделали большой спектакль, мы пригласили родителей, друзей, мы арендовали костюмы. Я помню, там мое самое было первое в жизни выступление, большое такое, мы снимали это на камеру, невероятные эмоции. Почему бы не сделать такие творческие вечера? Сто процентов будут те, которые захотят, сами будут проявлять инициативу. Да, возможно, кто-то останется за кадром, ну, так всегда бывает, да, и делать вечера для родителей, для друзей, куда можно куда-то пригласить. В общем, инициатива хорошая, мы поддерживаем, да? Да, сто процентов. Вы знаете, меня всегда интересовало, есть ли разница в процессе обучения для киноактеров и театральных актеров? Есть, конечно, есть разница. И вообще есть такая беда, что многие актеры, заканчивая там наши все, Гетис, Щук, Умхат и прочее, часто, не все, но многие не знают потом, как вести себя в кадре, не имея съемочного опыта. То есть они ориентированы на театральные подмозки? Да, потому что нас же учат играть мощно, сильно, чтобы последний ряд слышал и понимал, да. А кино – это микромимика, совершенно, то есть невидимый, там, мозг. Порой взглядом, да, можно? Да, да, и из-за этого часто многие говорят, ой, вы очень театральные, да. Переигрываете. Вы переигрываете, да, здесь, ну, минимализм должен быть, поэтому, конечно, надо обучать. Ну, в Авгике, наверное, больше обучать, я сейчас точно не знаю, где, как, но надо обучать во время театрального института, как вести себя перед камерой, ракурсы свои изучать. Ну, да, есть, как говорится, рабочая сторона, это все, и телесоторонники тоже знают, да, какая рабочая. Чтобы приучать себя снимать на камеру. Сейчас, знаете, как у нас происходит, люди заканчивают театральный институт, не знают, что им делать дальше, и начинают искать какие-то курсы новые, сейчас их полно в Москве, все очень дорого стоят, и идут на курсы уже, чтобы себя снимать, чтобы играть какие-то фрагменты из кино, да, из кино, что-то еще, чтобы обучиться именно кино, ну, киноискусству, да. А, кстати, хотела вас спросить, вот сейчас в инстаграм популярная такая тема, как войны, когда люди снимают маленькие сценки, зарисовки, да, ведь это молодежь, зачастую без образования, просто горящие вот этой идеей молодежной. И у них получается, они потом становятся медийными людьми, их приглашают в кино, сериалы, телеведущими, как вы к этому относитесь? Вот, ну, казалось бы, момент несправедливости, да, присутствует? Кто-то учится 5-6 лет и потом прозябает неизвестность, а кто-то раз и устрелил. У меня есть много знакомых, закончившие актерский театральный институт, и говорят, что мне делать, я пойду, не знаю, в стендап, в КВН, я буду искать какой-то параллельный путь в кино, чтобы стать там, куча иметь подписчиков в инстаграме, все записывать. Да, сейчас такое время, надо отличаться, надо что-то, ну, делать. Вот у меня муж тоже актер, мне часто говорят, ведите свой блог, а я говорю, ну, это так легко сказать, вести, надо что идею там какую-то, оригинальную идею, такого, чего еще нету, я говорю, я не могу просто так, типа, я хожу, снимаю свое путешествие. Ну, наверняка, это не всем подходит по психотипу, да, выкладывать все, что личное. Да, 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 вот у меня есть подруга-певица, вот они недавно сняли свои роды, я так не могу, у меня тоже есть маленький ребенок, для меня это очень интимно. Они такие, а что такое, мы же там, мы же ведем свой блог, все должны знать, как выражать. Это да, это все зависит от твоего личного восприятия мира, как ты готов открыться. Ну, момент, в общем, вы согласны, что несправедливости присутствуют. Да, ну, если ты можешь, делай, я так считаю, можешь, есть идея, пробуй. Не получится, попробуй другое. Да, да, да. Те знания, те навыки, умения того же голоса или что-то еще потом в будущем. Мне одна девочка написала когда-то, ну, мне тоже через мои курсы ораторское искусство много людей пришло, она говорит, твои курсы помогли мне выйти замуж. Я думаю, ну, слава богу. То есть можно даже не о профессии думать, а еще и о личной жизни. У человека наладилась жизнь, она получила уверенность в себе и смогла построить отношения. Это уже прекрасно. Но какие она тогда моменты проработала? Именно речи или себя позиционировать в обществе? Пенсионирование, да, да, все вместе. Вообще мы работаем, я считаю, что педагог и по актерскому, и по операторскому должен в первую очередь работать с личностью. Делать сильную личность, интересную личность, начитанную личность. Ну, а если человек сам не понимает свои плюсы в качестве индивидуума, да, личности, сможет ли сторонний человек что-то увидеть и вычленить? Понимаю, у вас тут только двойная работа, 50 на 50. Как и в театральном институте, как везде, как на киносъемочной площадке? Если говорить о взрослых, все-таки продолжать разговоры, дети, это прекрасно. У них благодатная почва, действительно, они рады всему новому. Я хотела поговорить о политиках. Нас очень часто в Государственной Думе смотрят. Стоит ли людям столь серьезной профессии, когда у них своих масса задач, проблем и дел, скажем прямо, стоит ли им задуматься, может быть, о каком-то краткосрочном курсе актерского мастерства? Все-таки политика – это всегда на людях, всегда общение. Да, я считаю, в обязательном порядке. Вообще, если человек, скажем так, плохо разговаривает, неуверенно, неграмотно, да, или тихо, это неуважение к, ну, в данном случае, к избирателям, да, к слушателям, к вашей аудитории. Пожалуйста, идите на курсы, нанимайте просто педагога себе, берите частные уроки, занимайтесь, пробочками, скороговорки делайте, да, умейте выражать свою мысль. Это прямо… Это вы сейчас скорее про технику речи, да? Она действительно всем нужна, а вот актерское мастерство… Тоже нужно. Нужно. Тоже нужно, потому что, к сожалению, ну, вы тоже знаете, очень много политиков монотонных. Надо, 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 все надо, хочется переключить. Я когда обучаю, говорю, представьте себе, что у вашего зрителя или слушателя есть пульт. Как только вы станете скучными, он раз и переключит. Умейте завоевывать ойдет, используйте приемы, используйте шутки какие-то, используйте, там, голос делайте громче, тише. Да, громче, тише. Да, 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 обращайтесь лично, какие-то приемчики, да, интересные, ну, чтобы свою энергию, да, энергетику направлять. То есть делаем вывод, нужно во всех профессиях. Обязательно. Особенно, особенно с теми, у кого, да, ну, то есть ваша профессия – это работа с людьми, да, если вы политик, то, конечно, вы же, это же ваш голос, да, ваши избиратели. Обязательно. Ну, плюс сейчас такое время, когда все хотят, чтобы люди друг другу улыбались, и никого особо проблемы не интересуют, а тут без актерского мастерства, наверное, не обойтись. Да. Хотела еще поговорить о судьбе все-таки актеров. Вот вы сказали, что многие после института переучиваются, понимают, что свое место они не находят в данный момент времени. Все-таки как этот момент перебороть? Нужны ли, не знаю, какие-то агентства, которые бы расхватывали студентов еще там с четвертых, пятых курсов? Ну, наверняка есть такие агенты, которые от театров работают или, не знаю, от киноагентов. Как вот из профессии, в ваш взгляд? Ну, сейчас, получается, российская система как-то, она далека очень от американской. Это в Америке так, да, уже, в Америке чуть ли не с первого курса. Ну, вообще, где-то на Западе, там, неважно где. На Западе, где там, да, откуда пошло все, там, кино, мюзиклы, театры, у них с первого курса агенты выбирают. У нас такого нет. Да, у нас стремиться к этому идет. Ну, по крайней мере, уже идет. Идет. Нет, нет, уже по чуть-чуть налаживается, но очень часто человек закончил театр, ну, театральные институты, не знает, что делать дальше. Пробуются в театр, там, не берут, нету набора. Ну, потому что очень много людей заканчиваются в театральные институты, а театров как бы не так много. Тут надо или что-то свое начинать, да, или... А как сниматься? Хотят снимать уже каких-то известных актеров, да, которые где-то как-то состоявшиеся. Или те же, говорю, блогеров каких-то, да, почему они сейчас попадают в кино, потому что понимают, что если у человека, там, не знаю, миллион подписчиков, то точно он будет, там, популярным. Антонина, я благодарю вас за интересную беседу и за ваши рекомендации. Совет в наше время подошло к концу. Это была программа «Молния». Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...